А ты знаешь, что на камне можно готовить? Можно, можно, да. Расскажи, как? Натуральный камень нужен, он прогревается в углях, либо в печи в угольную очень долго, да, его прям надо раскалить. Ну реально, реально приготовить на камне, реально. Да, вполне, даже нужен натуральный толстый камень, хороший, ну, это вполне подойдет, мы его сейчас прогреем, хорошо. Даже знаешь, как надо сделать? Мы одну форельку на нем приготовим. Вообще форель интересная рыба, она запросто может утонуть, то есть она как дельфин, то есть если она не подплывет к поверхности воды и не возьмет кислород, то рыба может запросто утонуть, в прямом смысле слова. Давай вам решим, как мы будем готовить форель, как ты будешь ее готовить. Я три вида сделаю. Одну в чесночном соусе, в сочном масле, вторая будет на камне, приготовленная чисто на сливочном масле, и одну сделаем в томатном. Рыба, томат и чеснок очень хорошо существуют. Хорошо, поняла. То есть мы это все сделаем здесь. Сейчас пожарим чеснок тебе на взмарин с маслом. Либа, смотри, полежала 10 минут, и окоченела. И окоченела, ну, потому что в экстремальных условиях она добыта, и в экстремальных условиях приготовлены. Чеснок именно с кожей жаришь, и его немножко надо помять. В коже есть тоже свой вкус, свой аромат. Он чуть попечется. Сейчас форель в помидорах, а потом доставим в камни. То же самое, в принципе, с той первой форель. Мы ее обжарим, томаты порубим прямо на жарочной поверхности. Добавляем свечный масло чеснок, травы, и сделаем соус. Есть такие свеже-хрустящие лепешки. Да, давай. И еще тоже, да? Мы на них и подадим давай, мы их прогреем. Отлично. На них рыбу и подадим, да? Да. Рыба любит масло, хотя она вроде сама по себе жирная, но рыба любит масло, морская. Чем больше масла, тем лучше. Все, у нас травы с чесноком прогорели. Их уже достаточно, потому что чем дольше будем жарить, тем больше чеснок будет выделять неприятный аромат. Свежий чеснок мы добавим в самом конце, чуть-чуть его прогреем, и будем уже подавать. Долго жарить не будем. Слышишь, какое шкварчание? Вот это очень правильное шкварчание для рыбы. Оно и не сильное, но при этом жар не нулевой. То есть, как говорят узбеки, мне один узбек рассказал, у казана есть язык. Каждое вот это шкварчание, шкварка, оно всегда по-разному. Это соус пойдет. Пойдет томат. Сейчас протушим помидоры, добавим сливочное масло, помнем их. Помидорки, чеснок, тимьян, еще соли немного. Форель очень нежная рыба. Вы знаете, то, что, например, в полнолуние, когда большая луна, форель перестает охотиться и перестает играть. Она залегает на дно и сидит. Прям обильно-обильно в соус кидай его. А, в соус? Да. Я почему-то решила рыбу посыпать тимьян. Кстати, в курсе, да, что тимьян это самая-самая правильная трава для рыбы. Для приготовления рыбы. Тимьян вообще универсальный. Ты знаешь, в десерт можно мясо, рыба, птица. Ну, для рыбы, да. Да. Это, конечно, кайф. Посмотрите, какая прелесть получается. Посмотрите, посмотрите. Боже мой. Это форель в чесночном соусе с тимьяном и запеченным лимоном. На лепешке. Лепешка горячая. Сейчас будем пробовать. Потрясающе.